Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Исфирь». Сегодня мы будем читать девятую главу, в которой рассказывается о торжестве верующих над язычниками. В 12-й месяц, то есть в месяц Адар, в 13-й день его, в который пришло время исполниться по велению царя и указ его в тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими. О древних христианских экзегет Робан Мавр пишет в своем толковании на книгу «Исфирь» 12-й месяц, как мы сказали выше, обозначает последние времена мира, когда уже произошло воплощение Искупителя и Евангелие проповедано по всему миру. «Сходным образом и 13-й день возвещает свет веры и дела добра, которые исходят от проповеди Евангелия в церкви через верующих. И верно, в 12-й месяц, в 13-й день, когда готовилось уничтожение всех иудеев, и враги жаждали их крови, иудеи, вопреки тому, начали обретать превосходство и мстить своим противникам. И так потому, что собрание верующих, в котором истинно исповедуется правая вера, пусть даже враги и гонители имени Христова всячески преследуют и пытаются теснить их, опирается такое собрание на помощь благодати Божией. Оно защищено щитом веры и оружием праведности, так что способны сокрушить врагов своих и в качестве трофея снискать славу над ними». Нечто подобное произойдет во дне Антихриста, когда гонения против народа Божия, против православной церкви, достигнут без прецедентного размаха, и уже как бы христианство не останется в этом мире, и весь мир, подчиненный духу Антихриста, будет торжествовать о своем гедонизме, торжествовать по поводу того, что произошла расхристианизация мира, и смотреть на последних христиан, как на нечто отжившее, реликтовое, из прошлого. Вдруг неожиданно Христос возвращается и разглашает приоритеты своего собрания, своей церкви над всем остальным миром. И тогда народ Божий вострепенется с радостью. Это и есть тот самый момент, о котором Христос говорил, претерпевший до конца спасется, а если спасется, то и возрадуется. Христос, который приходит в реальность этого мира во дне Антихриста, он убивает Антихриста дыханием уст своих, он разрушает этот мир греха, порока. Мир весь провалится, с одной стороны, в садомское жжение, с другой стороны, в гедонизм, в таком самом широком понимании этого слова. Полное растабуирование будет в мире, но христиане одержат победу. И это торжество, это будет общее ликование церкви, которую не смогли одолеть врата ада. Собрались иудеи в городах своих, мы читаем второй стих, по всем областям царя Артаксеркса, чтобы наложить руку на зложелателей своих, и никто не мог устоять пред лицом их, потому что страх пред ними напал на все народы. Как некогда и церковь, ныне попираемая нашими противниками, которые издеваются над нами, она обретет власть во Христе в день суда. Так, например, о самих апостолах, а не основание церкви сказано, что они будут судить не только народы, но и ангелов, не сохранивших своего достоинства. И все князья в областях, и сатрапы, и области начальники, и исполнители дел царских поддерживали иудеев, потому что напал на них страх пред Мордахеем, то есть пред величием Мордахея, а в последние времена это будет означать, страх нападет на всех пред величием апостольского чина, ибо апостолы будут судить не только человеков, но и ангелов, не сохранивших свое достоинство. Ибо велик был Мордахей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек Мордахей поднимался выше и выше, и избивали иудеи всех врагов своих, побивая мечом, умершляя и истребляя, и поступали с неприятелями своими по своей воле. В Сузах, в городе Престольном, умертвили иудеи, погубили 500 человек, и Паршандаву, и Далфона, и Асфафу, и Порафу, и Адалию, и Аридафу, и Пармашфу, и Арисая, и Аридая, и Ваизафу, десятерых сыновей Амана, сына Амадая, врага иудеев, умертвили они, а на грабеж не простерли руки своей. Почему перечисляются имена сыновей Амана, какое-то имеет значение? Это имеет большое значение, это означает, что убивали не всех подряд, а исходя из преступлений каждого человека в меру его вины, поэтому и называются имена, то есть нельзя всех как бы под одну гребенку, и вот это высказывание, там, лесу рубят, щепки летят, это на самом деле апология греха. Гнев не должен быть жесток, и ярость не должна быть смирепа, как мы знаем из книги Бытия. В тот же день донесли царю о числе умершленных в Сузах, престольном городе, и сказал царь царице Исфире, в Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили пятьсот человек и десятерых сыновей Амана, что же сделали они в прочих областях царя? Какое желание твое, и оно будет удовлетворено, и какая еще просьба твоя, она будет исполнена. То есть царь готов, в общем-то, поддержать Исфирь и ее народ. И сказала Исфирь, если царю благоугодно, то пусть бы позволено было иудеям, которые в Сузах, делать то же завтра, что сегодня, и десятерых сыновей Амановых пусть бы повесили на дереве. И приказал царь сделать так, и дано на это указ в Сузах, и десятерых сыновей Амана повесили. То есть все делалось по указу царя, а не просто какой-то самосуд. И собрались иудеи, которые в Сузах так же и в четырнадцатый день, месяц Адара, и умертвили в Сузах триста человек, а на грабеж не простерли руки свои. Вот почему эта фраза, она повторяется, а на грабеж не простерли руки свои, потому что они это делали не ради расхищения имущества. А вот те, которые хотели их убивать, они точно к этому готовились ради расхищения имущества. А не ради принципа справедливости, а тогда принцип справедливости был какой? Это же Ветхий Завет. Око за око, зуб за зуб. Конечно, в христианском состоянии такой метод борьбы, сопротивления, он уже неприемлем. И прочие иудеи, 16 стих и ниже, находившиеся в царских областях, сопрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих, и умертвили из неприятелей своих 75 тысяч, а на грабеж не простерли руки своей. Но это получается от Индии до Эфиопии, от Индии до Африки. Это было в 13-й день месяца Адара, а в 14-й день всего же месяца они успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Иудеи же, которые в Сузах, собирались в 13-й день его и в 14-й день его, а в 15-й день его успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Поэтому иудеи, сельские, живущие в селениях открытых, проводят 14-й день месяца Адара в веселье и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг к другу, живущим уже в митрополиях, и 15-й день Адара проводят в добром веселье, посылая подарки ближним. Далее, до окончания этой главы, говорится о том, как был учрежден праздник Пурим. И описал Мордохей эти происшествия, послал письмо, послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксеркса к близким и дальним. И было установление о том, что этот день надо праздновать. И приняли иудеи то, это уже 23-й стих, что уже сами начали делать, и о чем Мордохей написал к ним, как Аман, сын Амадава, фугиянина, враг всех иудеев, думал погубить иудеев, и бросал Пур, то есть жребий, об истреблении, погублении, и как Эсвирь дошла до царя, и как царь приказал новым письмом, чтобы злой замысел Амана, который он задумал на иудеев, обратился на голову его, чтобы повесили его и сыновей его на дереве. «Поэтому и назвали эти дни Пурим от имени Пур, жребий, ибо на языке их жребий называется Пурим». Таким образом мы видим, что это не просто какое-то иудейское предание, а праздники Пурим – это библейское постановление, на котором настоял Мордохей. Написала также царица, это 29 стих, Эсвирь, дочь Абихаила и Мордохей, иудеянин, со всей настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме и послали письма ко всем иудеям в 127 областях царства Атаксерсова со словами мира и правды, чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, как установил о них Мордохей, иудеянин, и царица Эсвирь. Таким образом было установлено это празднество и последний стих этой главы «Так повеление Эсфири подтвердило это слово о Пурим и оно вписано в книгу». То есть повелением Эсфири, царицы, было принято такое решение. Продолжение следует...